Недавно в нашем районе прошли такие масштабные конкурсы, как лучший дошкольный педагог и учитель года. Но педагогический марафон самых классных классных можно назвать поистине веселым и нестандартным. 12 классных руководителей вышли в финал. Это замечательно. Когда классный руководитель говорит, да, я буду участвовать в этом конкурсе, его слово «да» говорит о многом, о том, что за ним очень хороший коллектив. Коллектив ребят. И он надеется на победу. Значит, вы, ребята, очень дружные, очень отзывчивые. И поэтому вы сегодня находитесь в этом зале. Главными соведущими классных руководителей были их ученики. Они ответственно отнеслись к выступлениям, зная, насколько важно для их учителя участие в районном конкурсе. Школьники – это лучшие вдохновители для своих преподавателей. Они всегда держат их в тонусе, заставляют идти в ногу со временем. А еще у них можно подчеркнуть для себя что-то новое и взглянуть на мир по-другому, необычно и креативно. Я очень рада тому, что в нашем районе эти конкурсы проходят ежегодно. Мы говорим о трудностях, о проблемах, и они, конечно, есть по жизни у каждого. Но вот эти конкурсы, они выводят сюда на сцену, наверное, настоящих лидеров общества. Я в этом абсолютно убеждена. Первые взаимоотношения со сверстниками, поиск внутреннего «я» и самовыражение происходят в школьную пору. И зачастую, столкнувшись с проблемой, дети первым делом обращаются за поддержкой к своим вторым мамам, классным руководителям. И когда в коллективе есть настоящая дружба, такая, как в 11 классе школы номер 12, то это и есть залог успеха. А нет секрета, надо любить. Если я их буду любить, естественно, и они меня. Мы вас любим! Члены жюри в режиме онлайн подвели итоги и подсчитали баллы за выступление коллективов. Во главе пьедистала победителей Ольга Горнова, классный руководитель третьего класса Старогородковской школы. Она подготовила со своими ребятами веселую презентацию под названием «Полет в страну мечты». В творческий процесс были включены и родители учеников, и коллеги по педагогическому цеху. Второе место у Юлии Аверьяновой, классная мама четвертого класса Одинцовской гимназии номер 11. А бронзу получила Елена Селезнева из Голицынской школы номер 1. Все участники конкурса награждены подарками от главпоселений и от Московской областной думы. А три главные победительницы стали обладательницами денежных сертификатов от главы района. Екатерина Старосветская, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.